Воспоминания 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 вспоминали и говорили о Пау Тимофеевиче, вообще, знаете, Пау Тимофеевич был очень уникальный человек, очень неформальный человек, он очень, уже вчера кто-то об этом коснулся и сказали о том, что то, что он делал, другим нельзя было делать. И действительно, вот такие моменты, а пацаны же мы что там в палатках, вечер, ша-ша-ша-ша, девчонки тоже там где-то в соседней палатке, и вот там, а вечером уже, ну нельзя же шуметь, надо быть спокойным, вот, вы представляете вообще, ну, я сейчас вот это вспоминаю, мы сейчас делаем лагеря, да, я уже вчера немножко говорил, мы делаем лагерь, мы делаем лагерь там на 60, на 70 подростков, у нас где-то 30 человек, обслуживающий персонал, 30, на 70 на 70 ребят, все условия, кухня, столовая, аппаратура, кровати, все чудесные условия, туалеты, душевые, там ничего не было, не было ни туалетов, не было кухни, не было столовой, ничего не было, и сколько было воспитателей, двое-трое оставались с детьми, и не на одну неделю, мы делаем одну неделю лагерь, а было по два месяца, на них ложилась ответственность, на этих наставников, на этих воспитателей, такая ответственность они брали на себя, чтобы, такой риск, чтобы эти дети были в безопасности, а вдруг кто-то заболеет, а вдруг с кем-то что-то случится, чтобы эти дети были накормлены, чтобы эти дети были сыты, обуты, одеты, чтобы они были в тепле, а погода была разная, то холод, ночами прохладно, чтобы никто не узнал, что мы там в этом лесу, и вот мы ночью там вечерами уже там шумим в палатках, шумим, а дядь Паша все время говорил, вы тут не шумите, тут в лесу слышат кабаны, придут к вам, и вот мы там в палатке что-то развеселились, там слышим, там вокруг деревья, ветки хрустят, там хрюкает кто-то, мы так перепугались, там, Павел Тимофеевич, потом мы его прозвали кабанюкой, вот, много было, конечно, таких интересных моментов, но, конечно, самое главное и самое важное то, что вот я помню, что он был сам для нас не просто вот служитель, там, наставник, там, учитель, он для нас был другом, он мог с нами быть наравне, он мог с нами вот шутить, баловаться, вместе играть, но когда надо было, он мог быть отцом, наставником, служителем, учителем, который действительно в нас вкладывал вот те, те семена, он в нас сеял это, чтобы, чтобы они произрастали, и сейчас мы видим, слава Богу, те, которые были в этих лагерях, большинство служений, большинство ревностные, служат Богу, и слава Господу за Павел Тимофеевича, слава Богу, за всех служителей, как мы пели эту песню, факел горящий, крепкие руки старик передал на покой, уходя сегодня, среди нас уже, мы уже сами, не только отцы, мы уже внуков растим, мы деды, бабушки здесь собрались, мы сами этому не верим, может быть, мы сами думаем, смотрим друг на друга и думаем, что мы еще вот те мальчишки и девчонки, которые бегали там по лесу, а мы уже сами вырастили свое поколение, детей, внуков растим, и среди нас уже мало остается наших отцов, тех, которые вот Алексей Тимофеевич здесь, Петр Васильевич здесь, слава Богу, пусть Бог благословит, и ваше служение, и ваш труд, он не тщетен перед Богом, потому что многие уже ушли, наш папа уже больше двух лет, как ушел из Господу, похоронили, но слава Богу Господу за то, что Бог давал им мудрости, давал им силы, давал им вот это видение, сегодня наше поколение уже тоже уходит, наши дети, наши внуки, чтобы они были верны Господу, чтобы они служили Господу, чтобы мы могли им передать то, что мы получили, это уже другое поколение, это уже вообще другая культура, тем более в разных странах мы живем, мы разбросаны по всему миру, но самое главное, чтобы они любили Господа, чтобы они служили Господу, чтобы они ревностными были для Господа, для Церкви, для славы Божьей, чтобы они передавали это и своим детям, поэтому это самое главное, пусть нас Бог в этом благословит и даст нам мудрости и силы, чтобы мы могли быть также верными Ему. Друзья, я может немножко напомню, раз уже мы так вспоминаем Павла Тимофеевича, да, для меня он, конечно, очень большим тоже послужил, когда у меня было такое вот становление духовное, и я когда смотрел, вот как он с детьми, насколько он стал на уровень детей, и для меня это было просто поразительно, такой человек, служитель, да, и вот так вот он с детьми общался, и вы знаете, мне вот ярко вспомнилось сразу, да, кто помнит, как устроили похороны Павла Тимофеевича? Помните, да? И для меня это была такая картина, лежит он, обложили его цветами, где-то фотография даже была, и у нас где-то была фотография, и вот кто-то плачет, кто-то смеется, кто-то его щекочет, а он лежит, даже ни усом не пошевелит, я думаю, ну как так можно? И вот действительно вот настолько смирение, настолько вот, ну образ, вот как Господь, да, над ним издевается, над ним то-то делает, да, а он, у него определенная цель, определенный путь, и вот так вот это, такой прообраз служителя, чтобы вот так вот, ну, объединить детей, и чтобы направить вот в кротости смирения. Если кто вспомнит, интересный момент, пожалуйста. Ну я сейчас расскажу один момент, там мы играли, я помню, в Голиафа, в Голиафа Петя, не, Гриша Левенец, кстати, Гриша Левенец, тетя Надя была как раз, и мы, значит, играли это самое, я взял, тетя Надя, там дети как раз, и мы разделились на войско, филистимляне были, и Израиль, и Израиль был, и мы должны были, значит, сразиться. И вот я выхожу, и у меня был такой ремень, и я взял, вложил туда одну вещь, ремень, и мы, как пращ, вот этот самый, и я тренировался, и вот так я раскручиваю, и вот эта вещь, да, камень там или что-то, он должен лететь и прям попадать. И вот так я раскручиваю, потом ремень здесь стоит, а вот этот здесь, и, наконец, и вот так раскручиваю, раскручиваю, раз, ремень вытягивается, и этот предмет летит. Я тренировался, тренировался, ну, получалось мне. И я выхожу, значит, ну, говоришь слова, все это самое, и раскручиваю, ты во имя это, идешь это самое, я во имя Господа Саввауфа. И вот так раскручиваю, раскручиваю. Раз, ему в лоб, бум, и он упал. Тетя Надя, как увидела, подбегает к нему, смотрит, да где же он тут сам, а он упал. Он смотрит, а это гриб был. А он так шлепнул, хорошо, что он просто смотрит, а это гриба, я гриб взял, нашел гриб, и он так раскрутил, и он прямо в лоб и попал. И он упал. Ну, это так, мы играли тоже, такие игры. Так, давайте, встаньте. ПЕСНЯ 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 Если я помню правильно, нам, по-моему, не дали кушать, что-то такое было. Но это вот чисто один такой момент. А все остальное, в принципе, уже многие говорили, повторяться нет никакого смысла. Но, конечно, Павел Тимофеевич – это друг, брат, служитель. И забыть его, конечно, нельзя. И он оставил очень глубокий след в моей личной жизни, как и во многих жизнях. Слава Богу! Хотела вспомнить такой момент. Там, где мы находились, деревня была недалеко. И петь громко нам не разрешалось. А хотелось воскресное собрание Господа прославить. И поэтому мы ходили на собрание. Кто помнит, за границу. Это Гундаровка была на России. А мы ходили через границу, там, в Сосновую рощу, на Украину. И там, на Украине, проводились собрания. И вот еще Павел Тимофеевич, он заботился о том, чтобы... Ну, после собраний мы проводили такую игру в кагибистов и баптистов. Кто помнит? Вот. Ну, обычно Павел Тимофеевич был кагибистом. Вот мы баптистами прятали какую-то литературу, кто куда, разбегались. Ну, и вот у Павла Тимофеевича тоже была группа кагибистов, которые искали нас. Ну, и потом вот обыскивали, находили литературу. Вот как сейчас помню, Витя Крючков, он маленький такой, был в шортиках. И он в карман шортиков. Тоненькая книжечка стихов была «Радость». И вот он, значит, ага, ой, поймали. Это ты кто? Крючков. Посмотрите, что у него. «Радость штанов носит». Я тоже с детьми занималась. И тоже была в лагерях. Вот сама воспитателем. И вот лагерь вчера вспоминали. Гриша Бублик был, когда ответственен. Это было, по-моему, в 86-м году в Ростовской области. Когда вот наутро уже должны были в последний вечер прощальный костер. И наутро мы должны были разъезжаться. И вот часов в 5 утра нас поднимают воспитатели и говорят, лагерь окружен. И после этого, когда Гриша отсидел. Но у меня тоже немножко так, как получилось. Я работала в больнице медсестрой. И я договорилась заранее. Я отработала 7 ночей подряд. И у меня свободное время, и я смогла поехать в лагерь. А уже, ну, видимо, знали, потому что перед этим был лагерь. И предупреждали, чтобы никаких не отпрашиваний, не отпусков. Ничего. Ну, а у меня вот такая возможность была. А я поехала. И потом, когда там нас переписали, конечно же, естественно, всех. И сообщили мне на работу. А у меня, ну, вообще ко мне хорошо относилось начальство. Главный врач, старшая медсестра. Они говорят, ничего подобного. Вот у нас она все эти смены работала. Ну, а как раз вот этот момент, когда нас там обнаружили на Крыме. А у меня это, ну, три дня как раз выходных было. Ну, говорит, а в свои выходные дни, ну, говорит, как выходные дни, если лагерь был две недели. Ну, говорит, ничего не знаем, она у нас на работе была. Ну, если она в свой выходной день поехала, это же ее право. Вот. Ну, немножко там тоже было, вот. Пришлось чуть больше суток в камере провести. Ну, и потом еще тоже, вот. Ну, а теперь вот у нас дети наши. А у кого спрашивали, как твои друзья? Это весь ваш? Ну, это было, меня спрашивали и Любу нашу. Вот когда вы были, тогда Любу нашу, что спрашивают, как твоя фамилия. Она говорит, как у папы. А у папы, как у бабушки, а у бабушки. А про бабушку я вам еще не скажу. И еще вот такой момент, я помню. Ну, конечно, кормили, готовили нам очень вкусно. Вот. И мы уже по звуку знали. Вот приезжал Николай Павлович на мотоцикле, у него Иш был. И приезжал еще Павел Павлович Андрющенко. А у того тяжелый мотоцикл. И вот мы уже слышали, о, это Николай Павлович. А это Павел Павлович едет по звуку мотоцикла. Я в 79-м году был. Думал, у нас лагерь самый интересный и есть что рассказать. А когда послушал это, пожалел, думаю, что ж меня мама пять лет раньше не родила, чтобы не побыть в тех лагерях. Нас арестовали там. У нас получилась не лесная церковь, а мобильная церковь. На реке Припять, как потом я уже узнал. Тогда была конспирация, ничего было неизвестно. Потом уже Володя через несколько лет рассказывал, что это было на реке Припять в Белоруссии. И вот налетели на нас, разогнали. И кажется, вот по нынешним временам, ну ладно, раз так Бог распорядился, чтобы разогнали, что ж надо разъезжаться по домам. Но мы видим стойкость наших братьев, сестер, которые трудились, как они стремились вложить в нас добрые уроки. И не испугались, не разъехались. Можно было сказать, ну все, братья и сестры, разъезжаемся по домам, нас уже накрыли. Но они собрали всех и повезли по церквам. Были мы в Киеве, были в Белой Церкви, в Закарпатье поехали верующих цыган. Для нас такое дело, что цыгане верующие бывают. Нам так было это интересно. Еще хочу вспомнить, вот после этого лагеря, я тогда учился в третьем классе в школе, мы в лагере учили друг за другом. Кто-то стихи рассказывает в нескольких церквах, едут по церквам и рассказывают одно и то же. И я учил, выучил стих, вот помню, Наташа рассказывала Рытикова. Вера через шторм проводит корабли. И когда я пришел в школу, там у меня такая смелость появилась, вот как раз в этом году, когда я побыл в лагере, что я потерял чувство смущения, страха и мог свободно в школе петь. На уроке пения учительница говорит, вы чего это не поете, наши песни? Одни двойки вам ставят. Ну, хоть свою спойте. Ну, свою споем. Там еще одна сестра со мной училась, верующая в моем классе. И мы смело встали, спели. Это пастырь добрый ищет. Она сидит вот так головой в парту, смотрит лицом. А весь класс, один спели, весь класс кричит, еще поете, еще. Она махнула головой, мы еще спели один. И она нам среди всех двоек по пению поставила одну троечку. Вот, по пению за наши христианские песни. А потом в коридоре еще останавливает учителя. Говорит, ну, расскажи, мы слышали, ты на собрании там рассказываешь стихи, расскажи нам. И я им этот стих. Вера через шторм проводит корабли. Рассказывал там такие хорошие слова. Бог ломает намерения гордых и горит бессмертием, горит вера воскрешающая мертвых. И вот эта вера, которая вложена была в нас в те годы, она сохранилась до сего дня. Слава Богу за все. Мне хочется, может быть, еще пару моментов обратить внимание. Именно в Лесной Церкви, ну, не только Павел Тимофеевич, но, в частности, он тоже, там, Михаил Иванович приезжал, другие братья. Но именно в Лесной Церкви нам, братьям, молодым подросткам, задавали такие вопросы. Когда вы вырастете, кем вы хотите быть? Помните, братья, да? И этот вопрос всегда звучал, ну, перед нами очень серьезно. Я думал, что мне ответить? Ну, там, кто-то, я хочу быть пастором. Ну, и как-то и повторяться тоже, вроде, ну, неоригинально, да? Ну, и вроде как пастором уж очень серьезно. Кто-то, я хотел там быть благовестником, я хотел там быть членом Совета Церквей разный. Вот, ну, а для меня вопрос тоже был очень важным. И таким, ну, я размышлял, я так думаю, я скромненько, я себе, я говорил, я хочу быть евангелистом. Думал, что евангелист – это что-то такое, это не благовестник, это не пастор. Но эти вопросы, конечно, они заставляли размышлять. И вот что ценно, это этот вопрос в каждом лагере, он как красной нитью проходил. Кем вы хотите быть? Кем вы хотите быть? И я сегодня очень рад, что мы собрались, да, практически все служители. Кто пастор, кто благовестник, кто миссионер, это очень ценно. И вот это закладывали у нас братья, Павел Тимофеевич в частности. Но он нас тоже учил таком, ну, вот как служить Богу и вместе с тем в этом служении быть как-то радостными. Вот он рассказал такие примеры, один из них, помню. Сижу я в тюрьме, и у него была, по-моему, где-то работал то ли в коптерке, то ли там как-то это называется. И была возможность там, кто-то ему передавал сало для Галины Юрьевны. Передавал сало. Вот, и обнаружили это сало, и спрашивают, Павел Тимофеевич, Рыдьков, твое сало? Нет, не мое. Как не твое? Ну, у тебя нашли. Твое сало? Нет, не мое. Твое сало? Нет, не мое. Ну, у тебя нашли. А чего же это? Это поросячье. И вот мы когда это слышали, вот тоже учились как-то вот, чтобы отвечать и мудро, отвечать вместе с тем и не обмануть. То есть вот, да, это не мое, это поросячье сало. Знаете, я думаю, что Павел Тимофеевич сыграл и в моем как бы становлении как служителя важную роль. Ну, в Брасове, в Советской Церкви были разные служители. Были такие очень строгие, вот, которые так вот смотрели всегда из-под бровей. Вот, и кто-то подражали им. Ну, вот, например, в нашей церкви некоторые молодежные, вот, ну, братья из молодежи, они подражали им, они тоже такую вот манеру. Вот. А мне очень нравился Павел Тимофеевич. Я, наоборот, хотел быть таким. Ну, вот, не то, что нравился, он формировал нас. Вот эти вот три года, 75-й, 76-й, 77-й, 11-й, 12-й, 13-й лет, мы подростки. И он формировал нас, вот, быть служителями, с одной стороны, преданными, а с другой стороны, такими жизнерадостными, такими вот, ну, действительно, открытыми, доступными. Я помню, у нас было очищение, по-моему, в 78-м году в церкви, в Нахабино проходило. И вот у нас там три брата, я не буду называть имена, вот, три брата, значит, в комнатах, и каждому, каждому, значит, надо идти на исповедь. Ну, кто помнит, да, как проходило очищение священий, вот, и мы, значит, спрашивали, там кто? А, там такой, так, я туда не пойду, там кто, там такой, ага, туда. И, знаете, и вот три комнаты, в одну комнату никого, в другую комнату там какое-то количество есть, в третью комнату аншлаг, там очередь огромная. Вот, а все братья одинаковые, все братья члены Совета Церквей, или там служители Совета Церквей. И вот такие братья, как Павел Тимофеевич, они, конечно, были очень открыты, и к ним хотелось прийти и исповедоваться. И они могли вместе поплакать, и поругать, и обнять, и сказать, ну, ничего, там, обнимет, там, все, ладно, там. И у меня, конечно, всегда, ну, и сейчас тоже вопрос, как Галина Юрьевна, как семья, вот эти два месяца, это лето же, это не просто там осень дождливая, да, там, а лето, это огороды, это какие-то дела. На лето обычно там надо что-то подстроить в своем доме, отремонтировать там, наладить. И вот как вот семья, как дети, как супруга отдавали на два месяца своего мужа, и вот он вместе с нами трудился. Конечно, хороший пример, хороший, действительно, образец посвященности. Где деньги брали, как братство заботилось, да, вот надо было все закупить. Вот даже помню, 75-й год, такой первый год, когда мы были в лагере, и мы из Красных Нив, потом Суфуми, Хадыжинск, и в конечном итоге мы вернулись, по-моему, в Харьков, и в Мерефе вроде было. У нас такое же прощальное общение, и там Шептала проповедовал на тему «Помните Господа Великого и Страшного», если кто-то был, помните. И потом нам надо было ехать. Ну, а как ехать? Там слежка, билетов нету, не купишь. Да и вообще, как купишь? Во-первых, это конец августа, 25-е, 8-е, все едут домой, билетов не купишь. Все едут в сторону Москвы, обычно отдыхать. Ехал я на моей странаде и Галя Рыжук. Билетов нету. Ну, и неизвестно было, с какого мы города поедем, потому что слежка. И вот подошли к проводнику, не помню, кто нас провожал, говорит, надо детей отправить в Москву, нету мест. Ну, куда-то нету, ну, хоть что-то найдите. И она говорит, ну, есть у меня, знаете, у проводника купе, и, значит, над дверью здесь такая маленькая полочка, полочка такая длинная, для одеял, да. Ну, вот примерно такая, она говорит, вот есть только туда, мы согласились. Вот Галя Рыжук, Надя моя, я, мы троем туда вот укомплектовались, все. Я сейчас не помню, как мы доехали, ведь надо, может, кому-то в туалет встать, вот, кому-то, может, надо перевернуться на бок. Ну, приехали в полном благополучии. И вот так вот действительно Господь помогал, устраивал, и финансы были, и, но самое главное, радовались наши родители, матери, прежде всего, что, хотя нет отцов, но такие братья, как Павел Тимофеевич, другие, которые приезжали, они на самом деле заменяли отцов. Не просто они, вот, проповедь сказали, они заменяли отцов, и я сегодня тоже могу вместе со всеми сказать, что Павел Тимофеевич для меня тоже был отцом, который восполнял вот эти вот огромные нужды, недостаток моего отца, который также очень редко с нами был. И поэтому, слава Богу, благодарность и семейству Рытиковых, которые жертвовали, пусть Господь воздаст и благословит. Ну, я тоже присоединяюсь к тому, что говорили здесь, Надя говорила, что у Павла Тимофеевича были любимчики, у Любы Донченко тоже были любимчики. Это первая палатка, в которой находился Павел Петрович, Леша Батурин, Леша Маховицкий и я. Вечер, когда заканчивался, Люба с фонариком проходила и проверяла у всех, ноги помыты или нет. И вот и в нашу, когда палатку заходила, мы всегда как-то с ней находили общий язык, она как-то к нам любезна, особо, да, Паша, она особо к нам относилась, как-то так из... И когда мы что-то хотели добиться чего-то, помню, мы захотели очень на рыбалку пойти. Вы знаете, на рыбалку нужно встать пораньше, когда до... так далее, так далее. Все было сложно. И вот Люба нам во всех многих таких вопросах, она всегда нам выходила навстречу, она доходила с Павлом Тимофеевичем договориться, все остальное, там куда-то поехать. Всегда вот мы в тебе, Люба, находили понимание, вот так благодарны, что ты там была и многое такое доброе ставило в нашей памяти, как ты к нам относилась. Твоя улыбка такая всегда, радость, твоя любовь, это особо осталось. То, что сказали насчет Павла Тимофеевича, тоже вот исповедание было, вот. Я говорю, Павел Тимофеевич, вы не против, чтобы вот вся наша вот подростковая группа тоже вот прошла вот это вот, это было вот чтение освящения церкви, молитва над больными совершалась, кто помнит, да, вот, чтобы вот вы могли уделить внимание тоже каждому члену нашей подростковой группы, группе. Вот, и сегодня ребята уже, у них уже тоже, у моих подростков, у них уже свои дети, которые тоже женятся. Они говорят, это самое прекрасное доброе воспоминание было, когда вот мы ночью собрались и почти всю ночь сидели, ждали того момента, когда мы можем на очередь попасть к Павлу Тимофеевичу с исповеданием. И действительно, для нас, вот мы вспоминаем, вот прийти к нему с исповеданием, это привилегия, это честь. И я думаю, вот для нас, служителей, сегодня, когда к нам приходят на исповедание, это для нас честь, что люди доверяют нам, это не просто ты должен, и если ты не должен, то мы тебя из списка в церкви вычеркнем. А это люди стоят в очереди и просят Бога о этом шансе, чтобы у них был шанс помолиться со служителем. Поэтому он для нас не был, во-первых, служителем Совета Церквей, он, во-первых, для нас был отец. Когда наших отцов не было, он прибыл, он принимал наши исповедания, наши трудности, наши переживания. И вот за таких людей, конечно, завтра немножко я больше буду об этом говорить, вот этих уроках отцовства, я очень благодарен Богу, что такие отцы в нашей жизни они были. И Павел Тимофеевич, вот этот тот отец, который оставил в моей жизни очень-очень большой след, слава Богу, за таких верных, верных его детей. Я хочу сказать, что, конечно, мы сейчас, вспоминая те моменты, очень много, но вызывает смех, да, потому что мы уже старше, и, ну, наши такие вот поведения или моменты эти, они просто вызывают смех. А тогда это было очень даже все серьезно, и я понимаю, что Павел Тимофеевич и все воспитатели хотели научить доброму. Ну, и не только духовно старались воспитать, но и чтобы чистота была не только в сердце, ну, и вот внешне, в нашем теле чистота. Почему мы заставляли мыть ноги и, как бы, проверяли ноги? Потому что мы были все время в лесу, и, естественно, целый день бегать без обуви, да, ноги грязные. И мы всегда говорили, чтобы дети мыли ноги. Ну, и мне приходилось проверять эти ноги. И как у мальчиков, и как у девочек, и у кого ноги грязные, мы заставляли мыть их. Стоял таз, полотенце, и нужно было помыть ноги. Почему? Потому что мы были два-два с половиной месяца в лесу, и если не следить за чистотой, то представляете, что бы это было, да? Какие были бы ногти, какие были бы пятки, и вообще наше тело. И нам приходилось, я до сих пор удивляюсь, и благодарю Господа за его охрану. Потому что, ну, детей было 60, 50 и до 80, и нужно было всех детей перекупать. И два раза в месяц мы договаривались, пойдет Павел Тимофеевич договориться с банщицей, и говорит, чтобы никто из... у нас много детей, мы тут в лагере, и чтобы никто не приходил в этот день, чтобы нам никто не мешал, и мы, чтобы не мешали. И вот она вывесит объявление, что баня не работает. Люди уже знали, что баня не работает, не шли, а мы девочек помоем, мальчиков помоем. Вот в прачке перестираем все, руками-то не очень много стирали, ну, простынь, я имею в виду, вот такой вот постельная. И потому приходилось проверять ноги и говорить, как я помыл, прекрасно, хорошо, отлично, превосходно. И эти мальчики, девочки, они запоминали, и, а как у меня, прекрасно, а у меня превосходно. И это так было интересно. Вот. Хочу... почему, ну, мальчики, как бы, говорят, что я к ним благоволила, да, действительно, им что-то хочется, но подростки. А я с подростками занималась, и я понимаю, что много желаний таких, которые запомнятся им. Но Павел Тимофеевич, он немного строже. И я уговаривала, ну, давайте, чтобы мальчики пошли в поход. Ну, одни мальчики, и им интересно, или на рыбалку. Ну, и они видели в этом, что им, ну, какая-то поблажка от младших. Вот помню такой случай, когда, я не помню после чего и в какой момент, они сделали лук и начали стрелять палками. Ребята. И мы предупреждали, что если будете это делать, то вы в кого-нибудь попадете, и будет беда, голову разобьете. Вот я не помню, кто стрелял и кому разбили голову. Может, кто-то помнит этот момент. И мальчику действительно стрелой этой палкой разбили голову. Ну, как лечить? Мы перекисью водорода. А перекись водорода шипит, да, когда с кровью. И вот налили перекись водорода, она шипит. А Павел Тимофеевич говорит, мозги вылазят, мозги вылазят, скорее молиться надо. Девочки, мальчики, которые поменьше, на колени стали, молятся. Господи, исцели, пожалуйста, спаси. И мы понимали, что в этих обстоятельствах, этим примером Павел Тимофеевич учил молиться в любых обстоятельствах жизни. И тогда, когда заболел человек, и тогда, когда страх. В любых обстоятельствах приучал их молиться, чтобы правильно были молитвы, произнесенные Господом. Ну, и у меня, я еще помню за себя один такой момент. Когда приехал Михаил Иванович и проводил беседу со всей лесной церковью. И он проводил беседу о Моисее, как он оставил все и ничего не захотел, лишь бы страдать с народом Божьим. И он рассказал, как вы думаете, он прихватил кошелек у фараона, он же ушел страдать, ему же нужны были деньги. Прихватил или нет? Ну, кто говорит, прихватил, кто говорит, нет. Помните такую беседу, да? И как он, Михаил Иванович, повернулся в беседу и говорит, вот у вас бывает такое вот, что вы обманываете? Все молчат. А что, вы ни разу не обманывали? Ну, давайте кого-нибудь спросим, обманывал он в своей жизни или нет? Вот. И помню, мальчики, они все говорят, все кричат, Любу, Любу, Любу спросим. А у меня все похолодело. Я думаю, Господи, ничего на ум не придет. Я не могу сказать, что я не обманывала, да? Но надо было пример из жизни привести, где я обманула. И какие последствия? А я ничего не могу придумать. И я стою и думаю, Господи, ну напомните, что же мне сказать? А мы в этот раз, ну в этот день ходили лук покупать. Это через дорогу на Украину. Там село было, и мы ходили по домам. И вы не продадите нам немножко лука, вы не продадите. Ну, кто-то там накопал, нам давали лук. Идем с луком. Они, ребята, которые со мной шли, девочки, постарше, которые были. И они спрашивают. Люба, вот мы с тобой сходили, мы не будем доедать то, что на обеде было? Я говорю, я думаю, что не будем. Ну, давай, скажи слово, что мы не будем доедать. Ну, я говорю, ну, наверное, не будем. Ну, я уверена, что там ничего не осталось. А оказывается, осталось. И нам пришлось доедать борщ. Ну, они немножко поворчали на меня. Ну, все равно, все же ели. Пришлось поесть и ужин съесть. Вот. И на этом общении я рассказываю. Говорю, я сегодня обманула детей. И так опустила голову. Простите меня, пожалуйста. Все, такая тишина, как сейчас. И все думают, что же, как же она нас обманула? Я говорю, мы когда шли домой, когда купили лук уже, я сказала, что не будем доедать обед. А пришлось доедать. Они, вот, придумала. И сразу такой шум, как я их обманула. Вот. Такие вот интересные моменты были. Мне было где-то 12 лет. А потом сестра Люба, давай, приготовься сейчас. Немножко поделись. А как спал Тимофеич, чем у вас было служение? Но я вспомнил один момент. Это 12 лет. Это как раз процесс лагерей этих. И у нас был обыск в нашем доме. И однажды, значит, мамы не было. Папа на нелегальном был. Я был дома. Ну, еще кто-то был из детей. И однажды милиция пришла рано утром. И, значит, сказали никому не выходить. Бабушка была в доме, а я был в кухне. Мама, значит, у нас почтовый ящик был. И из совета родственников-узников все письма приходили к нам. Когда письма приходили к нам, мы на стул. У нас клеенкой стул застелены. И мы всегда пришли для мамы. Раз письмо, раз письмо. У нас стул уже вот так, вот так был. Горкой. Вот так. И мы, значит, и пришел обыск. А я знаю, что там мамы на письма, которые нужно передать там лидии Михайловны и так далее. Я думаю, что делать? Как спасти эти письма? И вдруг заходит к нам сосед Сильверса, Володька. Он приходит, я говорю, слушай, классно, что ты пришел. Нам нужно спасти письма. Я говорю, ну давай, как? Я говорю, давай в рубашку. Как раз осень была. Я говорю, в рубашку, письма все туда, ты и пойдешь в школу с порфелем. Он зашел со мной в школу идти, мимо. Ага. И он, значит, все письма, это саму рубашку, курточку одел, порфель и выходит. Он только до калитки, вдруг милиционер выскакивает из зала и хватает его, говорит, стоп. Я говорю, он в школу, это сосед мой, он пришел, чтобы идти в школу. Он говорит, я объясняю. Во время обыска, когда начинается, все вошедшие сюда не выходят, пока обыск не закончится. Ну, он заходит опять в кухню, и я, значит, я говорю, слушай, а милиционеры там пошли туда, а мы с детворой в кухне. И я беру, говорю, ну давай под кровать. Он письма все вытягивал, и все под кровать. Я хожу, думаю, стоп, сейчас они зайдут и точно опять найдут, чтобы под кровать и тем более найти им можно. Глянул на них все там под кровать. Я говорю, так, ни нам, ни вам. А у нас группка была с огнем, с комфорками такими. Я подхожу, раскачегавриваю огонь, а теперь, говорит, давай, бросаем. И мы эти все письма и в огонь. А у нас Татьяна Печная была, ей 5 лет было тогда, лет 5 было. И она вдруг бежит в дом, дядя, дядя, а Павлушка письма палит. Как он бежит? Я уже слышу, как он бежит по ступенькам, это сюда. А мы уже побросали, я с корчережкой согнем это самое. Он говорит, ты что делаешь? Я говорю, бумагу палю. Бумагу палю. Ну, короче, там, если бы есть что-то, это самое, уже ничего. Вот так Бог сохранил. Потом приезжает мама. Я рассказываю, она говорит, сыночек, как ты правильно поступил? Это же уголовное дело мамы, папы и всем остальным. Потом за детей, что хотят детей отобрать и так далее. Вот так Бог тоже давал мудрости, чтобы... Субтитры создавал DimaTorzok